Под артобстрелами в Горловке погибли двое детей и четверо взрослых, а в Кировском осколком убило шахтера. Только за минувшие сутки ранения получили 14 мирных жителей Донеччины. Под прицелом десятки населенных пунктов. Большая ситуация в зоне боевых действий Анастасия Певная. Под снарядами минометов в Горловском микрорайоне Солнечный погибли двое детей и четверо взрослых. Еще 12 мирных жителей получили ранения. В городе разрушено много домов. Так под артобстрел попала девятиэтажка по улице Магистральной. Мины сыпались и на город Кировская. В городе Кировске Донецкой области внаслідок артобстрелу шахты Комсомолець Донбассу террористами, внаслідок обстрелу террористами, загинув герничный майстер, ще двое працівників отримали поранення. Обваленные стены, снесенные крыши и выбитые стекла. Петровский, Киевский район и Донецка вновь под огнем артиллерии. Снаряды разрушили несколько частных домов. Я в кухне, я работаю дворником, я бросила с работы, я в кухне была. Мама в комнате там, ну, мы покажем потом. Ну, на нее вот это все обрушилось, ну, не поранило. Вот. И, ну, что, вот, она выбежала босиком ко мне. Говорит, Клара, хаты больше нет. А поселок шахты Октябрьской коммунальщики называют зоной отщуждения. Через угольное предприятие идет газопровод, латать который приходится после каждого обстрела. Сотрудники шахты в попыхах покидали свои рабочие места. На столах остались открытые блокноты, неподшитые документы. Коммунальщиков здесь встречают только бродячие собаки. Территория шахты усыпана неразорвавшимися снарядами. Работать здесь очень опасно, говорят газовщики. Затрудняется ремонтная работа в связи с тем, что газопровод проходит по железной дороге. Железная дорога практически разрушена частично. Проехать там невозможно транспортом. И аварийная бригада заехала со стороны гаражей, перекинули кабеля на ту сторону и производят ремонт газопровода. А на этих кадрах последствия обстрелов Авдеевки. Снаряды изрешутили несколько многоэтажек. Удалось ли выжить хозяевам квартир, пока неизвестно. Ожесточенный бой идет и в Песках. Боевики атакуют украинских военных, которые удерживают подступы к Донецкому аэропорту. Сюда его нужно! Его нужно сюда оттащить! Штурм отбит, говорят в Осенбоу. И не расшифровывая, заявляют, военные в аэропорту получили дополнительные средства для обороны. Залпы орудий звучат и в других населенных пунктах Донеччины. Не прекращаются обстрелы в Красногоровке, Гранитном, Павлополе, Санжаровке, а также в пригородах Дзержинска и Янакиево. Однако наиболее сложная ситуация остается возле Дебальцева. Минулою добы найскладнейшая ситуация осталась на Дебальцевском плацдарме. Саме там зафіксована найбільша кількість обстрелів наших позиций. Так, поблизу села Орлово-Иванівка Шахтарского района, терористи двічі обстреляли з минометів наші позиції опорний пункт сил АТО, та із засідки атакували колонну. Військові понесли втраты, але прийняли бій та відбили атаку ворога. За минувші сутки в зоні АТО погибли 7 воєнних, 10 получили ранення. Анастасія Пєвна, Телеканал Донбас.